Субтитры делал DimaTorzok Доброе утро всем ребятки В общем Решил выйти в эфир Не с мотоцикла А с обычного Буднего дня Еду значит я На сервис BMW Здесь есть какой уронит Лына Бош сервис Еду на замену масла В коробке На замену масла в моторе Так как завтра мы выезжаем В Закарпатье На как тут называется Зеленые свято В общем троица Едем в горы На отдых На свежий воздух Посмотрим Как дела на Закарпатье Поскольку я знаю В Вано-Франковской области Уже карантин полностью Закончился Поэтому Тут все уже Классно Можно ездить Магазины открыты Рестораны Частично 7.30 утра На ногах мы с 6 Потому что у нас малый встает Так где-то в 6 покушать В общем И решил заодно Поделать дела Такие Срочные Заказал appointment В Бош сервис Тут так называется Этот сервис такой Более-менее адекватный Который Разбирается Там диагностику Делать на БВ Ну и не только на БВ Все и на марке И эти ребята Должны мне значит Поменять Везде масличко Прощупать сегодня Ходовую Посмотреть полностью Там подшипнички Ну и все такое Потому что Дорога такая 5 часов Да и потом Надо будет в Киев Ехать на собеседование Надеюсь В ближайшее время В общем ребята Никак не уеду с Украины Застоял я здесь С этим коронавирусом Буквально за день До собеседования И до сих пор Кукуем мы С Лесей С одной стороны Хорошо Вроде бы А с другой стороны Уже нужно работать Ехать Потому что Финансы Поют романцы Знаете И никак не выбраться Короче Домой Я в принципе Улететь могу Самолеты тут Раз в две Три недели Летают на Нью-Йорк Ну а сам я лететь Не могу Так как у меня Здесь семья Я уже решил Если я прилечу То я До конца Здесь побуду Чтобы Жена получила документы И мы уже вместе С ребенком Поехали В Америку Все Но Пока не получается Поэтому Обитаем В Украине В принципе Классно Я тут уже Как вы знаете Обзавелся Мотоциклов По пару роликов Вы видели Что я В принципе Это Занялся Таким Хобби Ну сейчас Немножко Такое Реже В карантин Когда все Никто не работал Чаще Выезжали Сейчас Чуть-чуть Реже В общем Такое Думаю Давно не было Видео Короче Сделаю Выдох Как-то В эфир Накажу В общем Сделаем Сервис Потом Едем На Закарпатье Если будет Что-нибудь Интересненькое Вообще Украина Красивая Страна И тут Есть Что Поснимать Рассказать Просто Я уже Не совсем Получается Всегда По времени Вообще Сейчас Решил Буду Частями Снимать Потом Смонтирую Как-нибудь Видосик Может Кому-то Интересно Как говорится Вся эта Движуха Чем Мы тут Занимаемся Значит Ну уже Дальнобой По дальнобою Соскучился Хочется Уже Выехать В рейс Позагружать Машинки Поснимать В общем Вам Всю Эту Рабочую Движуху Потому что Я так понял Вам Остальное Не сильно Заходят Ну уже Раз так На память Себе Снимаю Знаете Все Все это Дело Так Надо Позвонить Чтобы Не открыли Ворота А вот Такой Вот Сервис Сейчас Будут Пацаны Ковырять Короче А я Провод Проводку У меня Здесь Немножко Или Сенсор Абс Сенсор У меня Короче Один Был Проблемный Его Удалили Поставили Новый Готово Поменяли В коробочке Масло В машинке Масло В общем На Тысяч Пять Семь Хватает Отлично Вот Следующий У нас Замен Это Будет Наверное Ходовая Немножко Стабилизатор Уже Год Походили Пыльники Как Говорится Тырявые Заказал Заказал Четыре Стабилизатора Назад И наперед Нужно Поменять И Какая-то Там Возле Фильтра Не знаю Переходник Какой-то В общем Кто-то Снимал Масло Немножко Понадломал Или Еще В общем Тоже Заменит Вроде Работа Такая Не сильно Дорогая Сейчас Я заплатил Где-то Четыреста Пятьдесят Долларов Не Наверное Долларов Четыреста Семьдесят За всю Работу Запчасти Работа Все 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 В общем Я не знаю Это прям Халява Какая-то По сравнению Со штатами Но я рад Что это сделали Вот Сейчас Ходовочку Переберу И он Говорит Вообще Машина В идеале Говорит Ничего Никаких Претензий Больше Ни к ходовой Ни к мотору Нету Течи Нету Все Все Более Менее Отлично В общем Такие дела Приводим В порядок БМВ Для Когда я буду Уезжать Будущего Счастливого Обладателя Данной Машины Да Я вам скажу Очень приятно Видеть Чистую панельку Единственное У меня Сенсоры На этих На колесах Я не ставил На зимние Смысла нету Вышли бы из строя У меня горит Что сенсор Ну давление А дальше Все чистенько Мы стоим тут В пробке местной Смотрите Происходит чудо В Украине Начинают Ложить Асфальта Еще в 3-4 слоя Такой серьезный Делают Конкретные Борбюры Это федеральная Кстати Трасса На Ивано-Франковск Вот Взялись Короче За нее Сейчас будущий Хозяин Вернее Не будущий Хозяин Базы Буковель Здесь есть Такая База отдыха Шевченко То он Короче Выиграл Тендер Сейчас Стелят Дорожку Дорожку Во всем Во всей области Красота Красота Ехать уже Гораздо Приятнее Ямы уже Закидывают Обочинку Так более-менее Делают Под газончик Красиво Так что Надеюсь Может быть Все-таки Через пару лет Закатают Всю Украину В нормальные Хотя бы Как В белорусские Дороги Знаете Чтобы Хотя бы Так Не евро Уровень Там Супер Но Чтобы Ездить Можно Было Вот Как-то Так Уже Придется Меньше Ремонтировать Нам Машины Ездить По Сервисам Красота Красота Тут Уже Был Новенький Асфальтик Еще Слой Делают Сделали Новую Канализацию Отлив От Дороги Чтобы Не Было Воды Подпяли Люки На 10 Сантиметров Еще Катают Слой В общем Дорога Будет Жить Оу Ес Тут Брусчатку Перекатали Здесь Бордюры Новые Поставили Будет Тротуар Обалденно Жеменки Навезли Разровняли Будет Брусчатки Тротуар Это же Приятно Видеть Прогресс В этом Деле Хотя бы Какие-то Деньги Идут На Развитие Инфраструктуры Голоса нет Аллергия Немногого Надо Поцелуй от Помады Побережье Непады И Кофе Глиссе Когда Тебе Рады Любовь До Ухата И Дождливая Танка Так Бежим По Шоссе Это Мой Дуревой Финаметр Пожирает Сентябрьский Полдень По колесам Играет Оркестр Камень За камнем Камень За камнем Это Мой Нулевой Финаметр Так Мы уже Подкатывая К Мукачево Двигаемся В сторону Солотвина На базу Отдыха Что такое Осень Это Небо Плачущее Небо Плачущее В общем Закарпатти Это вообще Как другая Страна Едем Дорога Уже Как Европе Идеальная И обочина И асфальт Стекло Если бы Не бабушки С дедушками По обочинам Черешню Продавали То можно было Подумать Что где-то Во Франции Сейчас Засеянные Идеально Поля По бокам Виноградниками Или чем-то Непонятно Похоже На виноградники А тут Асфальт А тут Асфальт Вообще Как будто Вчера Постили Еще черный Такой классный Только Разметочку Сделали Еще Работает Рабочий Одна Лилия В Закарпатье Заезжаешь Вообще Как будто В другую Страну Европейскую Все Настолько Стало Классно Шаточи Зай Да Да Это же Вот это же Есть Шаточи Зай Виноградники Сюда Можно Кстати Экскурсию Сделать Мы Проезжали Слезем Но Она Велошо То ли Не были Здесь С экскурсией В общем Интересное Место Виноделье А Свежую Дорожку Что Дело Прошлый Раз Мы тут Ехали Такие Корчи Были Не сильно А сейчас Европа Конкретно Киевская Киевская рабочую силу по стране, почему нету? Ну, дорога просто идеальная. Сказать не о чем больше не знаю. Ехали по Украине, а заехали в Калифорнию. Пригород Фрест. Так, мы приближаемся к нашему месту, а тут везде продают клубничку, черешинку, свежие закарпатские помидоры, огурцы, зукини. Просто красота. Надо где-то сейчас встать, пару килограммчиков черешины прикупить с клубничкой. Смотри. Рукой ты спрятал. Видите, какие домики здесь. Дворцы, а не дома. А я не знаю, что это. Видите, что это? Мне надо. Мне надо. Как я не знаю? Не берет, не берет. Короче, мы тут едем и общаемся с местными этими, кто дорогу ложит. Володя, давай пропускай уже машины, жара страшная. Кандей не работает. Хорошо, хорошо. Поехали. А вот такие здесь дома. Вот такие здесь хаты, ребята. Тут просто дворцы. Я не знаю, недалеко, наверное, граница с Румынией или что. Вот в таких домах тут живет народ. У кого достроены, кто только строится. Просто дворцы. Не знаю, о, 10 тысяч скверфит. Тысячу квадратов, наверное. То ли цыгане, то ли что. Да ну куда ты, что такая халабуда там. Человек 30 можно поселить. Так, бирцы аганю. Даже заправки в стиле дворцов сделаны. Да, ребята, я просто в шоке от этих хатын. Смотри, заборы такие. Я сначала подумал, что это отели. А, нет. Это не отели. Это реально. Закарпатские домики. Ну, тут между ними и отели, конечно, есть. Но вот это вот жилые дома. Это как будто в Беверли-Хиллзе, знаете, такие. Но это не Беверли-Хиллз. Тут даже дорога так себе, если честно. Сюда ее, наверное, дотянут. Это неимоверно просто. Новая постройка. С газоблоком все строят. Кирпич, газоблок. Очень хороший материал. Здесь такие, как в Америке, как каркасники не строят. Все с кирпичика. Камень, кирпич, черепица, железо. Может, они здесь строят новый Беверли-Хиллз? Беверли-Хиллз, Украина. Здесь там кондитерские. Ага. Ступеньки еще такие, знаешь, как это, это, итальянская архитектура. Что еще? Фасад непонятным, мрамором обложен. Такое модное тут, направленное вино. Так мы уже в Салотвино. Вот это и есть Салотвино, да? Мы уже приехали практически на базу. О, там уже на месте. Мы уже на базе. В базе отдыха. Погода нормальная, более-менее. Хоть дождь не капает, знаешь? Сейчас ныряю в бассейн соленый. В бассейне 32 градуса температура. Можно хоть дождь, хоть снег купаться. Форд Раптор стоит. Ничего себе, 6,2. А, ну, ребята жируют. А, ну да. Что-то здесь дорога вообще просто. О, он уже купается. Это не наша база. Или это наша база? Наша, да, точно. Хеллоу. Соль для бассейна. Вон там уже купаются, короче. Ребята, идем и мы. Короче, мы на месте. Вот то, Румыния. Прям на границе. Бассейн с пресной водичкой. Бассейн с соленой. Отличить очень просто. Да, да, да. Отличие вообще моментальное. Красота. Карпаты. Бассейн с пресной водичкой. 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 Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Два бассейна, соленый, чистый и сам отель Субтитры добавил DimaTorzok Как вам самочувствие на высочайшем курорте Закарпатья? Два бассейна Субтитры добавил DimaTorzok Смотрю Идем глянем на озеро Соляное Красота, как пляж Озеро, бассейн, лежачки Красота Пробуем воду Соленое озеро Соленое озеро Вот кофе делают уже Утреннее Привет, привет Все уже едят Сейчас фоточку закинуем Сегодня людей уже больше Гораздо Жара капитальная Жара капитальная Плюс, наверное, 30 на солнце Фу Сидим Сидим, кушаем мороженое Взяли такой пломбир белый Холодный Взял абрикосов Персиков Апельсинки Вообще не хочется никуда выходить Людей немерено Стало здесь в бассейне В общем, отдыхаем Там жарится селядинка Язачок Как называем он? Куфи? Джир Джерри Джерри Какое брехание? Джерри! Спыть! Спыть уже на ходу, да? Джерри! 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 Все, побежал. Прячься. Джерри. Зробили злежака мишу. Джерри уже, да? Да, Владимир. Не больше. У него предъявствует Джерри. Джерри! Джерри! Что за Джерри? Он колючий. Он колючий. Аккуратней, аккуратней ручками, чтоб не уколоться. Он колючий. Он колючий, он колючий. Он колючий. Он колючий. Он колючий. Он колючий. Он колючий. Слушай, лапки! Двините, двините, лапки! Джерри! Сдавайся, а ты Джерри! Вот такой вот язычок. Вся команда идет, короче, на мертвое озеро. Соляное. Короче, как в нормальной Турции. Зонтики. Лежачки. Море. Видишь, его разделили все. Это отдельное. Это отдельное. Так, мы же мчим домой. Такая вот погода через Карпаты. Едем на восток. Взяли свеженько-черешенки домашние. Тут при дорожье продают клубнику, черешню. Белые грибочки взяли. Направляемся на бой. Отдохнули бомбически. Едем красные, как раки.